Круто! Смирно! Круто! Именно с этих слов Невального начинается смена учебного караула. Здесь ребята получают приказ заступить на пост номер один у Вечного Огня Брестской крепости Героя. Каждый день на вахту заступают 25 школьников, которые проходят серьезную подготовку. Дисциплина и строевой шаг у юно-армейцев в почете, но это не единственное, чему учащиеся уделяют внимание. За красивой картинкой отточенных шагов и выверенных движений ритуала огромный кропотливый труд, ведь они юные военные. А потому сборка и разборка автомата, физподготовка, глажка формы, кстати, у них это получается очень быстро, все это будни юно-армейцев. И у каждого из них своя мотивация заступать в почетный караул. Хочется отметить моего прадеда, у которого были героические подвиги. И я не могу остаться равнодушной, должна пройти школу мужества в таком месте. Ведь почти третий, наверное, белорус у нас нес вахту памяти, я же не могу остаться в стороне. На посту номер один и в зно и в стужу армейская дисциплина. У девочек волосы заплетены в тугие косы, аккуратные стрижки у ребят. И у всех в идеальном состоянии форма. А еще неизменное чувство ответственности и понимания, что они делают и для кого. Подведение итогов несения городской вахты памяти за 2019-2020 учебный год проходило на территории цитадели. Здесь отмечали лучших юных армейцев. В их числе и лицеист Олег Янчук, который заступал в караул 7 раз в разных должностях. Что лично для меня пост памяти, это очень хорошая школа мужества. Именно здесь формируется личность, в принципе, человека. Правильное понятие вообще, и зачем мы здесь, для чего мы здесь стоим. Все юноармейцы как отдельная семья, как отдельное братство, которое идет только за идею. За одной, ну я так считаю, что лично я шел за идеей. Меня никто не призывал, ничего. Я просто хочу стоять на посту памяти. Для меня это часть, в первую очередь. Пройти школу мужества, неся вахту памяти, могут не все. Для этого выбирают активных и дисциплинированных учащихся. В прошлом учебном году заступали в караул 44 мемориальных отряда школ, гимназий и лицеев Бреста. Вот это этап работы каждого учреждения образования. Потому что работа эта проводится с 1972 года, проводится системно. Ни дня мы не утратили, даже в самые сложные годы, разрухи, восстановление нашей государственности. Всегда ребята несли службу на посту памяти. Поэтому, ну я считаю, неприходящее значение таких мероприятий в нашей жизни. Ежегодно через вахту памяти проходит 1500 брестских старшеклассников. За период несения вахты более 96 тысяч брещан несли вахту памяти. Многие из них связали свою судьбу с защитой Отечества. Первые юноармейцы, первые постовцы, уже бабушки и дедушки. Мы продолжаем традиции, начатые нашими старшими товарищами. Ну и самый главный критерий – это, конечно же, желание и преемственность. Награды за достойное прохождение почетного караула нашли своих юноармейцев. После несения городской вахты памяти у этих юношей и девушек сохранятся надолго не только приятные воспоминания и похвальные листы, но и такие качества, как честь и мужество. Это на самом деле серьезнейшие результаты, потому как вот этот титанический труд, который проделывают вот эти молодые парни, девушки, даже не каждый военнослужащий в армии может похвастаться такими показателями строевой подготовки. Это ежедневные тренировки, это подготовка теоретическая – это дорогого стоит. И здесь огромный вклад и педагогов, которые занимаются с ребятами, ну и самих ребят, конечно, без личного желания ничего бы у них не получилось. По результатам соревнований между мемориальными отрядами несения городской вахты памяти лучшими стали учащиеся гимназии номер 2, на втором месте средняя школа номер 35, а третья была присвоена гимназии номер 4.